Ого! Молния была, Стёп! Вот это да! Только камеру включила. Прям молния практически над нами была. Вот там сейчас. Вот из-за этой тучи молния была. Всем доброе утречки. Идохнуть. Сергей спит. Вот. А мы всё едем, едем, едем. Никак не приедем. Стёп, смотри какой дождик там. Ничего себе! Вот каждый раз, когда мы возвращаемся с моря, неизвестно откуда, появляется гроза и дождь. Я уже не первый раз это замечаю. Мы обычно едем ночью в молнии, вот эту грозу. Сейчас вот утро. Кстати, ночью тоже несколько раз я молнии видела, мы останавливались тоже. Отдыхались, Сергей там по полчасика спит, а потом едем дальше. Вот там дети. Старшие спят. Миша с Никитой спят. Стёпка тут у меня. Доброе утро. Сашка тоже тут. Всё, мы остановились на поле со стогами сена. Так случайно получилось. Я хотела сфотографироваться со стогами, но не было их, их уже собрали. А сейчас остановились на поле со стогами сена, но они зелёные. Я таких даже и не видела раньше. Пойдём сфотографируемся, пока есть возможность. Там, кстати, ездит сейчас трактор и их собирает. Красиво как. Рассвет такой розовенький. А тут вот дождь идёт, небольшая часть неба с дождём. И вот прямо сейчас, именно здесь, молния сверкала. Она сломалась. Как сломалась? Ну, она там обратно же цепляется, да? Да. Она была на вот этой. Ну, она уже несколько раз там отлетала. Ничего страшного. Стёпе понравилась эта игрушка больше, чем Саша. Стёп, ты видишь, как дождь идёт? Смотри. Вот тут из тучи прям льётся дождь. Видишь? Да, вот смотри. На телефон смотри на мой. Видишь посерединке? Посерединке телефончика. Видишь, дождик идёт? А по бокам нет дождика. Просто вживую не так хорошо видно, как на телефоне. Я не вижу. Видишь? Там молния сейчас была. Мы подошли к этому столу. Вот я даже не пойму, что это же не пшеница. Что это такое? Зелёненькое. И запах такой знакомый. Не могу даже объяснить, чем пахнет. Вот. Что, что это? Что это покошено такое? Я вот без понятия. Ааа, что это такое? Ну что, что это такое? Узнаешь? Угу. Вот, смотрите, что это было. За трава такая. Я хочу сказать, что из него маленькие фиолетовые цветочки. Маленькие фиолетовые цветочки? Я говорю, тут их очень много ветряков. Мы едем обратно по другому пути, через Сальск. И вот эти ветряки, это другие. Тут их очень много вместе. Я пробую снимать с трёх разных камер. Первая камера, это стандартное приложение в телефоне. Вторая, это установленное приложение. И третье тоже вот установленное приложение. Смотрю, в какой лучше стабилизация идёт. По-моему, во втором вообще стабилизации не было. Какой длинный паровозик у нас сейчас был. Саша рот открыл и смотрит на него. Какой длинный паровозик. 85 вагонов, Никита, ты что считал? Ничего себе. Так, мы подъезжаем к дому. Вот это у нас тут подсолнухи распустились. Дедушка нас встречает. Всё, добрались. Удачно. Дедушка все обнимает. Ага, красивые цветочки. Хвостик, всем большой привет, скажи. Хвостик, мы скучали, мы приехали. Большой кот наш, большой кот. Ты мой хороший. Ты мой хвостик. Мы так скучали по тебе. А вот Бузик. Бузик, арбузик. Бузик, арбузик. Бузик, арбузик. Ты всё такой же кусучий. Ты всё такой же кусучий. Давай, хорошенький. Иди давай я. Я уже отвыкла твоих кусаний. Мы только приехали. Сейчас вещи разберём. И потом будем убираться. А, Юйки мои не видно из-за сорняков. Сейчас будем тоже тут всё в порядок приводить. Короче, сегодня много дел. Что за папа? Папа сейчас машину загонит с той стороны и подойдёшь туда. Дети бегом к урожаю побежали. Дедушка редиску не сорвал. Она уже поломала, мам. Да она же, наверное, горькая. Вытаскивать? Вытаскивай, конечно. Но редиску всё можно вырвать. Вот этот салат вырос. Его надо было вырвать есть. Он уже, мне кажется, семена пошёл. Короче, тут у нас везде заросли всего. Что вы там ещё нашли? Горошек. Горошек тут есть. О, точно, смотрите, вот этот салат. В семена пошёл. Тоже, дедушка, ничего, наверное, не ел вообще тут. Вот это я нашла, Серёж. Что? Серёж. Смотрите, что нашла. О, персик! Смотрите, сейчас Сергей обрадуется. Он так ждал. Персик. Персик. Вон второй ещё. Так, помидорчик вот один. А, это, наверное, перчик один. Помидорчик, а этот сломался помидорчик. Ну ладно, ничего. Страшно. Папа, сюда! Срочно! Срочно тебе новость. Смотри, какой большой персик висит один. Там два их. Но там их три. Один красный, вон какой. Вон ещё. Да, я говорю, вон ещё. Мам! Вот это редиска. Ты мне на волк ещё не ставишь, да? Дорожка какой. Можно, рви, конечно. Рви и ешь. Я думала, тут дедушка будет всё есть, кушать. А он ничего не рвал, всё тут оставалось. И не поливал ничего. Как не поливал? Всё мокрое. Хотя дедушка говорила, что сегодня дождь шёл. Всё поливал, дедушка. Всё поливал. Всё поливал. Разблачение милов. Всё, мы разблачём. Бассейн слишком дряк. Вот посмотрите, что тут с огурцами. О, лилейники цветут. Тут, короче, кукуруза огромная. Огурцы по кукурузе плетутся вверх. А, смотри, какие яблочки. Яблочки. Яблочки, да, надеюсь. Хотя огурчики. Огурчики? Ну, давай поищем. Они будут вот после цветочков жёлтеньких. Видишь, вот жёлтенькие цветочки. А потом будут огурчики. А вот это вот надо будет подвязать. Смотри, она по траве пошла вверх вот сюда. К этой ниточке. Так, а на огурчиках тут уже огурчики. Ах ты ж! Вот это ты, Бузя! Охотник! Чуть огурец не сломал. В общем, тут, конечно, огурцы перепылились. Кукуруза сильно. Надо было их в другую сторону направлять. Ну, ничего. Разберёмся там, что где потом. Мам! Там, там, помытовки. И ещё тут много сорняков внутри огурцов. Тоже бы их повыдёркивать. А то они тоже оплетают. Особенно вот это вот. Да, Бузь, ну перестань! Вот вообще! Охотник! Охотник ты! Охотник какой! Ой! Вот эти вот надо все сорняки отсюда удалять. А то они тут забьют огурцы. Не видно ничего будет. Особенно вьюнов который. Короче, сегодня дел у меня будет много. Ну и тут в огороде. Хотя немного всего посажено. Вон лилейник какой классный. Распустился. Красивый. Тут я ставила помидорчики и перчик, которые вот в горшочке посадила. Почему-то тут залито аж болото. А тут сухо абсолютно. Не знаю. Вот один и тот же помидорчик, этот вырос и весь залит. А этот сухой. Вот перчик. Все-таки теперь понятно, где помидорчик, где перчик. Тут у нас рос один арбузик. Тут заросли травы, а арбузик я чуть не вижу. А, вот вижу. Вижу его листики. Вот, вот листики арбузика. Вот, значит он там полез. Просто он в зарослях. И он палит. Вот. Это хорошо. Может быть потом даже и вырастет что-нибудь. А вот тут у меня были посажены три помидорчика. И они вот выросли. Один, два, три. Класс. Просто они тоже в зарослях сорняков. Надо будет их откопать сегодня. Хорошо, что выжили. Отлично. Просто у нас тут углубление. Если дожди идут, они тут скапливаются. Поэтому хорошо поливаются. Так, ну замечательно. Половина урожая просто в сорняках. Мы немножко это сегодня будем разгребать, продирать. Вот везде вот такие сорняки. Я просто когда обычно тут хожу, вот с детьми гуляю по двору, я вот это вот все выдергиваю. У меня до такого состояния не дорастают они даже. А сейчас очень много по всему участку таких сорняков. Я перед отъездом вот тут все выдрала. Вот. И вскосила там все. Но все равно сегодня надо будет делать. Вот этот вот помидор, который был в болоте, я сейчас быстренько уже переткнула. Другое место пересадила. Эти тоже пересажу. Наверное, там есть место для них. Так, цветочек этот засох. Сашка, у меня тут под мышкой бассейн. Зеленый, призеленый. Короче, бассейн нужно будет нам мыть. Мы думали, он сольется, а он не слился. Вот шланг из него торчит, но он не слился до конца. Тоже. Потом будем все делать. Ой, зайчика принес, да? Короче, сегодня будут работы на участке. Но дома тоже пыль слоем надо было сейчас все мыть там. Вот мне всегда интересно, да, даже когда в доме, ну, практически никто не живет. Вот на обратно же, да, дедушка там на второй этаж ходил. Откуда берется вот эта вот пыль? Видите, сейчас со ступеньками. Ну, шерсть кота я вижу. А все остальное, ну, откуда это вообще берется? Я не понимаю. И вот даже на лестнице вот так вот провести пыль на руках остается. Я вот тут на окно поставила цветы, которые нужно поливать. Дедушка говорила, что вот эти вот цветы надо поливать. И вот тут вот тоже поставила цветочки. Вот эти два, говорю, тоже их надо поливать. А все остальное не поливайте. Я все остальные юлки, вот эти вот, ой, юлки, господи. А Деня ему убрала, говорю, их не надо поливать. Они и без полива нормально проживут там. Эту пальму я отрезала вот так вот. Вот она дала две, три даже ветки дала. Вот три ветки будут расти. И почему-то вот тут еще одна выросла. От нее отросток вырос. Она вообще у меня в углу в спальне стоит. Но я специально вот сюда вынесла, чтобы дедушка не перепутал, что нужно поливать, что не нужно. Соединила. Посадила там Санечка купаться. Вот, хотела показать. Приятная неожиданность. Спустила два цветка. Цветок этот, как он называется-то, опять я забыла. Женское счастье. Вот. Видите, один цветочек беленький. И второй. Но почему-то беленький уже с какими-то черными штучками непонятными. И тут почему-то вот такая штука как будто обгорела. Хотя он не мог обгореть. Тут солнца у нас нет. Тут просто яшка. Короче, вот эти вот сухие или гнилые. Даже не пойму, то ли сухой, то ли гнилой. Я сейчас подобрежу. И будет свисти даже цветок. Вообще очень здорово. Я очень рада. Смотрите. Вот тут я поставила цветы, которые попросила дедушку вообще не поливать. Ничего с ними не делать. Не трогать. Говорила, они отлично проживут такое время, вот сколько нас не было. И в итоге, смотрите, замякнулось. Кулькас большой. Дал целую кучу новых веточек. Один, два, три, вот тут вот четыре, пять. Пять новых веточек пустил. Нас не было 12 дней. Вот 12 дней я его просто не поливала. Вот он пустил новые веточки. Этот ничего не пустил. Так же живет нормально. А этот, я смотрю, начал подзасыхать. Но он и до этого засыхал. Они после цветения часто так начинают листики сбрасывать. А он активно у меня цвел. Вот. По-хорошему его надо вот так обрезать. И пусть растет заново. Я сейчас тоже накупалась. И пока купалась, вот что увидела. Я про этот цветок девушке вообще ничего не сказала. Я надеяла, что он его не найдет, не заметит. Но, походу, он его все-таки поливал. А щучий хвост не надо поливать, он гниет. То есть я его поливаю примерно раз в месяц. А тут, а тут, походу, ну, такое ощущение, что его просто залили. Надо было тоже сказать. Надо было его отнести к тем цветам, которые поливать не надо. Но я, знаете, так еще призакрыла тут туалет. Думала, не будет. Тут его видно даже. Не хотела переставлять. Ну, ладно. Значит, будем сейчас... Ну, не сейчас, а потом еще этим цветочком заниматься. Нужно будет его откопать, выкопать все, которые гнилые корни. Оставить те, которые живые. Вот я смотрю, тут маленький растет живой. Четыре. В общем, из четырех отростков, наверное, два живых осталось. Вот такие вот дела. Но девушка все-таки старалась так лучше. Поливал. Оказалось, вон как. Жалко, конечно. Я все мечтаю, что у меня когда-нибудь тут вырастет огромный большой щучий хвост. Вот. Уже вторая попытка у меня. И никак он не вырастает. Многие писали, что в ванной влажно, что его тут нельзя ставить. Он у меня тут замечательный. Растет. Он очень хорошо вырос. Он был меньше намного вот так вот. Он хорошо вырос за год. Но вот теперь опять придется все по-новому. Я его просто редко поливаю. Я его поливаю раз в месяц, наверное, и все. Я ни в коем случае деда ни в чем не обвиняю. А то сейчас начнут писать, что он старался, а ты неуважительно относишься. Нет. Дед молодец. Он за домом следил. Главное, за перепелками следил. А растения, это знаете, дело наживное. Ничего страшного. Посадим. Посадим новые. Это не важно. Не так важно. Степочка, заходи купаться. И, конечно же, я тоже прекрасно понимаю, что такие комментарии о том, что ты дедушку не любишь, не уважаешь, пишут, скорее всего, люди, которые к себе чувствуют что-то такое неуважение какое-то. Или наоборот, им это где-то откликается, поэтому их задевает, они про это и пишут. Ни в коем случае я на себя это не беру, потому что я сама знаю, какое у меня отношение ко всем родственникам и так далее. Я думаю, каждый видит то, что он видит, и переубеждать кого-то смысла абсолютно нет. Если кто-то что-то видит в моем блоге нехорошее, он это и будет видеть дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Заплакал Сашка, захотел спать, я его сейчас покормила, спать уложила и сразу вышла во двор. На улице его просто спать уложила в коляске. Смотрите, вот тут цинии. Цинии уже выгоняют бутончики. Я перед отъездом у некоторых циней, которые были чуть побольше, отщипнула верхушки, чтобы они были пышнее. И вот у этих циней, которые я отщипнула, у них действительно больше разветвлений. Вот раз, два, три, по несколько цветов будет. А те, которые маленькие были, я уж не стала ничего отщипывать. Подумала, что совсем можно цветок испортить. Ну, так что некоторые отщипнутые, а некоторые не отщипнутые. Вот. Цинии тут... Ну, вообще все цветочки. Лидия Николаевна приходила, поливала. Тут вот у меня еще космеи маленькие кустики. Тут цинии. И сейчас покажу. Вот там еще. Вот, смотрите. Тут у меня и цинии. Вот рядочек. Тоже у некоторых отщипнула верхушки, у некоторых не отщипнула, как получилось. Вот. И вот тут бархатцы. А это бархатцы не оранжевые, это разные бархатцы. Какие там будут, не знаю еще. Ну, пока бутонов нет, не видно. Да, Никита? А листья арбуза какой-то нальет? Да! Никите дала задание в арбузе. Повыдергивать сорняки, а то его там не видно. Никита спрашивает, а листья арбуза похожи на клен? Я говорю, да. Чтобы не перепутал. Вот, смотрите. Видите, вот этот отщипнуло. Вот он, отщипнутый. И у него раз, два, три, аж три ветки. А вот не отщипнутые, да? Они только по одному цветочку растут. То есть я хотела бы вот прям кустики такие пышные. Поэтому вот этот я, наверное, тоже сейчас отщипну. Пусть кустится. Вот так вот просто беру. Вот так вот не жалею. Вот так раз и все. Он в разные стороны. Пусть большой-большой вот такой вот большой куст будет. Вот. То этот уже не буду отщипать. Тут уже был бутон. Смотрите, я вот тут на окно поставила тоже растение, которое сказал дедушке не поливать вообще. Потому что я все их полила перед выходом. И они такие, ну, которые можно долго не поливать. Орхидея там на дне водичка была. Если что, она обу корнями достала. В общем, смотрите, что я заметила, пока тут сейчас убираюсь. Орхидея распустилась. Я такая радостная. Ну, красота же. Притом я прям перед выходом, я так расстроилась тогда. Я ее задела и вот тут поломала. Вот в этом месте как-то я резко вот так вот что-то... Я не помню уже, что я тут делала. По-моему, я вот этот цветок передвигала или вот этот цветок передвигала. Я резко рукой двинула и рукой прям вот тут сломала. Она вот так согнулась, сломалась, но я ее обратно подняла. И вот этой прищепкой прям вместе переломы прицепила прочно. И Сергею еще пожаловать, говорю, Сереж, надеюсь, что выживет. Потому что очень жалко было бы, только пустила вот почки. Но в итоге она выжила и срослась там. Ну, я не буду отцеплять, может, не срослась, но на всех случаев не буду отцеплять. Будет так. Вот такая вот красивая орхидея пустила и новую веточку. Класс, я очень рада. Вот. Еще у меня толстянка, когда я уезжала. Что-то листики у нее вот такие вот все тоненькие стали. Притом все. Я не знаю, почему. Я ее собиралась пересаживать, но не успела перед отъездом пересадить. И полила и все, оставила. Думаю, потом приеду, пересажу. В итоге сейчас приехали, а листики опять толстенькие стали, как и должны быть. Вот эти верхние листики толстенькие, нижние только остались, такие тухленькие. Но были все вот такие. Я подумала, что может быть ей места мало стало, может еще что-то. Но сейчас все толстенькие. И вот тут вот тоже бутончик еще один появился. Видите? В общем, все растения меня радуют. Один цветет, другой цветет, третий цветет. Вообще красота какая. Вот этот маленький адешка тоже вот больше стал, чуть побольше стал. Красивенький. Сейчас их тоже все полью. Так что 11 дней вот эти вот растения, адениумы, суккуленты, они могут запросто без воды быть. Вот единственное, что вот этот любит полив, но опять же не часто. Я на веранде девушек сказала поливать, там такой большой стоит. А тут сказала не поливать. Луковица не сдохнет за 10 дней. Поэтому все отлично. Там еще много новеньких даже листиков маленьких пустила. Вот прям посерединке они там. Так, тут я поставила стульчик для кормления. На него поставила два цветочка, которые надо поливать. Я говорю, они любят воду, их поливайте. И вот опять же вот тут пришла, вода прям стояла. И на стульчике тоже везде вода, видать, переливал. Но, действительно, этот цветок очень любит воду. И вот веточки хорошо, длинненькие, вот такие вот красивые росли. Вот это вот что-то как-то скрутилось, непонятно. Но все равно будет расти дальше. Этот я к телевизору обратно поставлю. Этот тоже будет расти. Вот, стул, стул, ничего. Стул можно вытереть на тонный стульчик для кормления, что его можно пачкать. Вот тут мандаринчик или лимончик вверх поднялся. Надо срезать, мне кажется, не должен быть таким. Это фикус новенький. А вот это вот пальма, которая вот вверху я показывала. Я срезала верхушку и вот сюда вот поставила. Она корни дала. Выходит, у меня из одной пальмы две получилось. Ну и тут вот цветочек растет. Я пока вам тут рассказываю. Саша подполз, корм кота, накидал в воду кота. И сидит, играет, как на пляже, на эти камушки перебирает. Вот залез. Санька, Санька. Он вот сюда накидал корм кота, отсюда накидал туда. В общем, все перемешалось в доме. Я говорила, да, что я теперь на детей не ругаюсь, когда они что-то такое разливают, раскидывают. Потому что вот этот вот помощник все замечательно убирает. И жидкое, и густой, и все вместе. Вот так. Все. У меня в последнее время все постоянно спрашивают ссылку на этот пылесос. Пылесос. Вот он называется так. Вот. Марка. Но мне не с чем сравнить. У меня не было других моющих пылесосов. Возможно, другие тоже классные. Но от этого я в восторге. Он мне очень нравится. Может быть, есть и дешевле, и тоже они очень клевые. Короче, я когда делаю обзор пылесоса, если мне присылают какой-то пылесос на обзор, я рассказываю его характеристики, что он может, что у него есть. Но я не говорю, хороший он или плохой. Потому что, ну, мне кажется, все пылесосы, которые новые, они все хорошие. Чего в этом ключе о них говорить. Просто у некоторых есть какие-то функции, а у других нет. Вот этот пылесос мне очень нравится. Он меня прям выручает постоянно. Хвостик пришел кушать. Хвостик наш кот. Большой-пребольшой. Вон какой большой кот. Когда нас не было, я им давала вот эту вот чашку большую наливать, пить дедушку. Потому что вот это быстро заканчивается и надо менять постоянно. А вот это подольше может стоять. Дедушка тут жил, но не каждый день. Вот. Да, хвост. Большой кот. Я смотрю, вы с Бузиком подружились, да? Нет? Нет, не подружились. Нет, все еще пока не подружились. Смотрите, какой на обед сорвала классный салатик. Вот так вот срезала, помыла. Такой клевенький. И, кстати, я там посмотрела, там среди всего салата вырос один салат айсберг. Вот, то есть он просто не листиком идет, а вот прям качан такой торчит посерединке. Все листиками один, значит, все-таки у меня айсберг пророс тогда. Вот. А я думала, там просто весь один салатик только. В общем, на обед сегодня у нас будет... Вернее, не на обед, а к обеду. Сегодня у нас будет салатик из помидорчиков, огурчиков и салатика. В общем, я убралась дома. Помыла везде полы. Заставила детей протереть везде пыль с полок. Ну, как заставила. За поощрение они у меня все делают. У меня дети, знаете, вот просто попросишь, они... Да, сейчас, да, сейчас, да, сейчас. И так и никуда не идут. А потом скажу там еще что-нибудь. Типа, сделайте 10 заданий, тогда пойдете в телефон играть. И они сразу делают. Вот. В общем, дети протерли пыль сами. Дети, кстати, протерли лестницу. В общем, дома чисто, слава богу. Тут я вышла, продергала всю траву. Это комбо с морковкой. Откопала морковки. У меня там 18 штук насчитала. Сейчас покажу. Вот тут 18 морковок насчитала. Ну, надеюсь, они потом вырастут. Вот это вот первое, которое я сажала. Вот это вот первое, которое я сажала. Вот эти вот маленькие, которые я сажала потом. Тут вот перчик, что-то вот совсем не растет. Может, земля плохая. Вот какие морковки две. Тоже первый, который сажала. Вот морковка. Ну, нужно еще в клубнике вот эту вот всю высокую траву выдергивать вот эту вот. В общем, там траву все выдернуло, там траву все выдернуло. Арбуз расчистила. Вот какой арбузик тут растет. Видите? Все сорняки. Вот тут мы выдернули. Никита тут мне уже помогал. Ну, смотрите. Тут даже вот у арбузика есть цветочки. Вот такие вот. У него выходят три ветки. Вот одна ветка. Вот вторая ветка. Тут вот... А, даже четыре ветки. Вот. Третья, четвертая. Четыре ветки у этого арбузика. Не знаю, какие дадут. Хоть какой-нибудь арбузик. Ну, будем очень надеяться. Даже пять. Вот одна еще в ту сторону идет. Пять веточек. Я так понимаю, арбузы уже не подвязывают. Они по полу должны стелиться. Ну, вот пусть вот тут вот и стелятся по полу. Вот. И вот тут вот помидорчики. Тоже от сорняков все избавила. Три вот таких вот помидорчика черри. Как говорит дедушка и свекровь, Может быть, к октябрю они и появятся у меня. Но я все поздно посадила. А вот тут на винограде... Кстати, есть виноград. Видите? И я даже его попробовала. И он уже спелый и вкусный. Ну, вот тут сверху. Снизу еще не спела. Поэтому оставила на ветке. Так, тут у меня вьюнок опять где-то лезет. Сейчас я его найду и вырву. А то он жить не дает. Оп. Вот он. Вот эти вьюнки, они по всему участку. Все. Вот виноград я от сорняков избавила. Там тоже немного проредила. Вот тут был помидорчик. Я его пересадила. Вообще, я так думаю, вот это болото. Вот тут, видите, тоже болото в ромашках. Это просто дождь шел, а там дно закрыто у горшков. Поэтому болото оказалось. А тут пролилось насквозь. И тут, наверное, насквозь пролилось. Думаю, куда вот эти пересадить или тут в горшках оставить, не знаю. Вот так. Что еще вам показать? А, пойду вам покажу огурчики. Огурчики тоже все сорняки выдрали. И в циниях там тоже все сорняки я выдрала. Молодец. Вот. В огурчиках тоже там внутри все сорняки выдрали мы. Еще подвязала некоторые веточки. Ну, вот чтобы они расползались туда в разные стороны. Так что тут огурчики, кукурузка растут. Вот еще дома я щучий хвост раскопала. Посмотрела вот эти вот гнилые прям. Они такие мягкие. В общем, выкинула аж, не знаю, сколько их. Раз, два, три. Три штуки выкинула. Два там всего лишь осталось. Надеюсь, будут расти. Вот что я еще не показала. Крабачки. Крабачки вон какие уже большие. И Оля Николаевна, оказывается, вчера уже собрала два поспевших крабачка. Представляете? Я вообще очень-очень рада, что у нас все такие кабачки есть. Обычно у меня цветы. Цветы, а кабачков нет. Я чуть не садовил. Вот. Смотрите. Вон кабачки. Классно же. Классно. Один вот гнилой. Надо оторвать, отрезать. Ну и самое прикольное, это вот подсолнухи. Вон какие шикарные подсолнухи вымахали. Только я вот не понимаю, почему я всегда думала, что подсолнухи поворачивают голову к солнцу. Солнце сейчас вот там. Почему они смотрят все в эту сторону? Может быть они поворачивают голову, где солнце встает? Вот. Я вообще думала, что у меня, знаете, тут получится такая зона для фотосессии. Подсолнухи будут сюда смотреться. Вот в эту сторону, в другую. Вот. Ну, можно, в принципе, и вот оттуда сфотографироваться. Сейчас сниму. Можно вот отсюда, в принципе, сфотографироваться, но когда солнце только не будет. Подсолнухи, конечно, меня очень впечатлили. Красивые. Вот. А вот, кстати, маленькие подсолнухи, которых я, ну, меньше поливала. Уехали, вот я их дальше не поливала. Они так и не привезли. Вот такие вот маленькие остались. Пять штучек. Вот. И еще везде вот тут прорастал газон. Везде-везде. А там клевер. Все засохло. Газона нет опять. Ну и клевера тоже там опять нет. То я еще не сделала. Это не покосило вот тут вот траву. Ну, сейчас возьму пример. Пока со стеркой тут гуляем. Как раз покажу. Вырвала много вот таких вот кустов. Забыла опять, как называется. Портулак. Портулака. Вот тут вырвала огромные кусты портулака, потому что они прям выше моей юки были. Юка не видно было. Вот. Ну, вот-вот туда все скинула. Огромная куча травы. Прям даже не знаю. Может вот это тоже вырвать. Знаете, как портулак размножается? У него отпадают вот такие вот штучки. Вот. Вот такие вот штучки. Много-много их падает. А из них из каждой высыпается миллион черных семечек. Вот видите, черненькие точки. И вот эти черные семечки это новый портулак. То есть просто их миллиард. Вот я подняла куст. Видите? Я тут покосила траву. Хоть видно юг устало. Вот. Там кучка небольшая. Вот прям не знаю, что с этим портулаком делать. Его когда косишь, он такой сочный. Из него просто капает. Вот я вся в этом портулаке, когда на него нарываюсь. Подергала некоторые руками. Я думаю все-таки руками его дальше буду дергать. Когда его за корень дергаешь, он большим кустом вырывается. Косить его сложнее, чем дергать. Ну, вот тут, вон там вот. Я портулак покосила. Вот так вот. Так. Я удалила портулак вот из этого кусочка. Сейчас полностью все вырвала. Нечего ему тут расти. Все-таки, когда он чуть-чуть разрастается, он симпатично выглядит. А когда он огромными кустами, он не очень хорошо выглядит. Сашка мне тут помогает. Я ему говорю, рви травку. Он сидит тоже, рвет травку. Вот смотрите, какая гора портулака. Это просто ужас. Смотри, Сереж, какая гора. Так, ну, в общем, тут стало симпатично. Так, ну что, я довольна результатом. Тут просто покосила. Тут все повыдергивала. Остались только цветочки. Кстати, вот цветочек тоже засох прям. Не знаю, может, почему он мог засохнуть. Дедушка точно поливал эти цветы. Ну, короче, засох. Некрасивая тебе клумба. Может, просто отцвел. Кто его знает. А вот та пышненькая. А тут засох. Вот. И там все вот покосило. Вот таких вот больших зарослей больше нет. Остались только красивые кабачки. Вот такие вот дела. За бордюром не стала ничего делать. Потом лучше перчатку взять и выдернуть. Вот такие вот дела. Я молодец. Санечка там все еще со мной. Степке уже надоело гулять. Он домой зашел. Степочка меня все-таки тянет гулять на самокате. Говорит, хочу покататься на самокате. Хочу покататься на самокате. А я сейчас с Тетяной переписываюсь в WhatsApp. И она говорит, там такой в Голубийской большой циклон поднялся. Очень большая волна. Ураган с дождем. В общем, какой-то... Очень большая волна? Да. Ну, чтобы купаться нельзя было. Они говорят, сейчас вот резко началось. Они быстрее-быстрее свои палатки сворачивали, зонтики собирали. Просто ужас, что творится. Нет. Ну, просто большая Степка. Больше, чем были. А я, видите, что говорила, что когда мы уезжали, море идеально спокойно. Вот не зря говорят, затишье перед бурей. Вот так оно и есть. Затишье было, а теперь вот там буря поднялась. Ну, я не знаю, как забор или не как забор, Степка. Я же там не была. В общем, что-то в Голубийской распогодилось. То есть мы уехали и там распогодилось. Мы, кстати, когда ехали, я вот говорила, что тоже гроза была. Ну, не прям над нами, а мы видели, как гроза была и дождь был. Мы каждый раз, когда уезжаем, попадаем под дождь. В этот раз мы под дождь не попали, но он все время рядом с нами был. Мы его видели. Дети соскучились по настольным играм. Достали сейчас с иммагинарием, в который мы миллион лет не играли. Сначала достали пчелы, потом поменяли и достали иммагинарием. Пчелы тоже классная игра, но почему-то передумали. Сейчас будем играть. Розовая это мамина. Я проголосовала. Мы любим своих близких. Это Никита загадал такую ассоциацию. Мы четвергомы играем. Это что? Это че? Это парень, да? Или что? Открывайте. Бита. Стой, вот бита. А это? Папа. Это парень. Дайте папе. 1, 4, 4. Какая у тебя карта? Папа, за свои карты голосовать нельзя. Да. Да, карта четвертая. Так, значит... То есть я хожу на 3 и кто угадал тоже на 3. И вот эту карточку кто... Че, вот эта карточка тоже на 3 ходит? Нет, один. И плюс то, что мне еще один. Ах ты же твоя? Да. Один. Я хожу на 3 и плюс еще один. И две. Нет. Я. Я тоже. Я с собой на отдых забыла Сашкину щетку зубную. Вот мы первый раз за 11 дней чистим нормально зубки щеточкой. Да, Саш? Да. Вот так вот Санька чистит сам. Ему нравится чистить зубки. Он ее вообще за щеткой очень-очень удобен. Ну, стараюсь, видите, закрывать вот эту кучку. Тело раздетой, детской.